На канале VivaDecor после просмотра этого мастер-класса вы убедитесь, что сделать такой красивый новогодний волшебный декор, такую подвеску для потолка достаточно просто. Всем приятного просмотра, кому понравится не забывайте подписываться и обязательно нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, которые тоже будут новогодние тематики. Для того, чтобы сделать красивое украшение для потолка, нам понадобится изолон белый толщина 2 мм, фоамиран фиолетовый или вы можете выбрать любой другой цвет, толщина тоже 2 мм и разного размера. Размеры я укажу чуть позже. Вырезанный заранее круг из картона. Точно такого же диаметра круг из изолона мы будем декорировать картон. Чтобы упростить себе задачу и не делать серединки самостоятельно, я буду использовать вот такие же готовые пластиковые цветы. Баллончик с серебристой краской. Лента, с помощью которой мы будем закреплять композицию, можно использовать проволоку или любую другую ленту. По желанию, по возможности, все это можно дополнить вот такими аквиловыми бусами и светодиодной гирляндой. Итак, приступим к нему с изолоном. Мы будем делать из него вот такие перья двух размеров. Не люблю быть привязанной к выкройкам, не люблю все усложнять, поэтому перья мы будем делать самым простым способом. Берем прямоугольный отрезок изолона, складываем пополам и отрезаем края, чтобы придать форму пера. Получилась вот такая заготовка. Мы сложили заготовку из изолона пополам и начинаем делать надрезы. С одной стороны придерживаем пальчиком, с другой стороны делаем такие достаточно глубокие надрезы в изолоне. Такие надрезы мы делаем сверху и до самого низа. Так, я закончила, у нас получилось вот такое перышко. Потом мы его слегка нагреем феном, чтобы оно было более пушистым, вот таким вот немножко изогнутым. Сейчас будем делать цветы. Берем лист фоамирана, разрезаем его на квадратите необходимого размера, складываем пополам, еще раз пополам. Теперь начинаем обрезать уголок, чтобы у нас получился круг. Уголок обрезали. Здесь мы можем поступить следующим образом. Если хотите, чтобы лепестков было меньше, достаточно сделать вот такой один надрез. Если хотите больше, можно сделать надрез здесь и здесь. Ну, мне в принципе такого варианта достаточно. Теперь обрезаем уголки у получившихся фрагментов с одной стороны и точно так же с другой стороны. Здесь так же нужно сделать надрез. И обрезаем уголок. Здесь и здесь. Я хочу, чтобы лепестки были острые, поэтому я это делаю именно так. Если хотите, чтобы лепестки были более круглые, можно закруглять здесь уголок. Получается вот такая заготовка для цветка. Фоамиран достаточно тонкий, поэтому можно его даже не нагревать пеном, просто вот таким образом придать лепестку желаемую форму. То есть пальцами левой руки придерживаем верхушку лепестка и оттягиваем большим пальцем правой руки вниз. Сильно тянуть не нужно, потому что можно оторвать. А если это сделать аккуратно, то получается сразу вот такая вот изогнутая форма. Вы видите, что где-то не совсем ровно вырезался цветок. Это не проблема, просто возьмите немножко, корректируйте, как вам нравится. Мы делаем со всеми остальными лепестками. Подтягиваем и как бы продавливаем сверху вниз лепесток. Это все очень быстро и легко сделать. Вот уже получается такая форма. Мне нужны цветы, похожие на колокольчики. Я просто отрезаю один из этих лепестков и потом склеиваю цветок вот так. Я уже делала подобные цветы для гиацинта. Вы можете посмотреть, у меня на канале есть соответствующее видео. С вами своей находкой. Я купила в Ашане вот такую ленту, длина ленты 2,70. И для чего она мне нужна? Я буду ее использовать для того, чтобы подвесить нашу конструкцию. То есть, вот такая вот двухсторонняя лента с ободком, с каймой такой, из фольгированной проволоки. И буду использовать отдельно вот эту вот именно проволоку. Она с легкостью отделяется. Я буду на нее крепить цветы. Сейчас, чуть-чуть позже. Перья. И ей можно придавать какую-то форму. Она достаточно легкая, то есть, тяжелые предметы на нее подвесить не получится. Но для легких таких каких-то конструкций и предметов она очень подойдет. Можно делать спиральки из нее. Можно, в общем, делать все, что вам придет в голову. Теперь декорируем основание. Я смотрю, сколько мне понадобится ленты. Наверное, этого будет достаточно. Стрезаю. И еще такой же кусочек. За это время у нас нагрелся пистолет с клеем. И наношу клей, например, здесь и с противоположной стороны. Клей лучше подождать, чтобы немножко остыл, потому что именно эта лента, она может расплавиться. Клей немножко остыл. Приклеиваем. То же самое с другой стороны. Теперь приклеиваем круг из изолона. Крепить перья и цветы. Протягиваем небольшую дырочку. В принципе, можно приклеить, если очень аккуратно, эту ленту сверху или снизу пера. Или просто сделать дырочку. Я сегодня буду крепить с помощью дырочки. Беру проволоку, делаю аккуратненькую дырочку. Перо очень легкое. И теперь сюда продеваю эту серебристую кайму. Нужно сделать немножко тоненьше. С этой стороны можно аккуратно приклеить. Можно просто сделать вот так. И оно должно держаться. Вот так мы прикрепили перо. И то же самое делаем с остальными перьями и цветами. Перья я использую частично белые, частично подкрашенные серебристым. Спреем краской. Для изолона подходит только резиновая краска. Итак, цветы. Берем нашу заготовку. Склеиваем ее. Вот так. Сюда мы носим клеем. Получается вот такой курокольчик. Теперь берем искусственные растения, которые мы будем использовать в качестве серединок. Для больших цветов можно использовать даже вот такие большие. Для маленьких можно обрезать более маленькие веточки. А еще, чтобы серединки получились более красивыми, можно использовать глиттер. Для таких всяких новогодних декораций глиттер никогда не помешает. Отбираем подходящую серединку по размеру. И поскольку эти цветы сделаны на проволоке, просто прокалываем аккуратно посередине фоамиран. Вот так. И вот такой у нас получается цветок. Вот такой получается цветок. И то же самое мы делаем со всеми остальными нашими колокольчиками. И вот такой у нас получается цветок. окончательный сбор для этого нужно проделать дырочки где будут наши можно проволокой можно гвоздиком ну каким-то тонким предметом делаем аккуратненькую дырочку и вставляем сюда цветок таким образом мы продели нашу ленту через картонную заготовку я пока закреплять сильно здесь ничего не буду чтобы посмотреть когда уже будет композиция составленной может быть подрегулировать высоту что-то сделать выше что-то ниже теперь делаем следующую дырочку и то же самое то же самое беру проволоку ориентировочно делаю отверстие вот в этом месте и сюда закрепляю уже пером мне достаточно сложно сейчас снимать потому что большая получается высота ну так чтобы вы понимали в произвольном порядке вы к прикладываю каждое перо каждый цветок смотрю где сделать отверстие как это будет лучше смотреться и регулирую высоту где-то половину работу уже сделано еще осталось закрепить маленькие перья и маленькие цветочки потом покажу уже все крупным планом полностью сель новогодняя собрана мы закрепляем ленточки в отверстиях с помощью клея чтобы все держалось хорошо и не выпало в самый неподходящий момент проклеиваем все с этой стороны все выглядело тоже красиво и аккуратно я вырезала еще один лист изолона серебристого но в принципе можно и белого и сейчас заклею вот эту часть вот так сейчас добавлю клей и все это исправим теперь тоже все аккуратно и теперь последний штрих чтобы уже все было идеально нужно задекорировать вот эту боковую часть ее можно задекорировать по-разному можно вырезать например просто белую окантовочку здесь проклеить то же самое с заломи можно использовать новогодние бусы например есть мелкие такие наверно можно даже чуть чуть более крупные и проклеить вот здесь таким образом если у кого-то есть такая стразовая лента которая тоже продается во всех наверное магазинах для декораторов можно использовать такую ленту и сделать окантовку из нее третий вариант можно использовать веточки которые мы делали как серединки для цветков то есть тоже вот так вот сделать такого рода веночек обклеить такими веточками наша карусель выглядит теперь так с этой стороны белая с этой серебристая и окантовка из нитки новогодних бус у меня еще есть светодиодная гирлянда поэтому я дополню это еще гирляндой нанесу здесь клей приклею батарейки сюда и размещу саму гирлянду так как мне понравится смотрим что из этого получится не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик чтобы не потеряться а все не а и Субтитры подогнал «Симон»